Музыка Вот такой двор у нас в Киреевске по Комсомольскому 34. Это якобы детская площадка. А это вот такое состояние двора. После произведенных работ под управлением администрации Киреевского района. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, подписчики моей группы Киреевск Лайв. Сегодня мы продолжаем тему заварки, которую нам предложили. И вот она, вторая уже тема такая у нас вышла. Конечно, человек снял видео после нашего разговора. Вы посмотрите, о чем мы тут говорили. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Игорь Ярославович. Я буду называть просто Игорь, потому что у нас чуть-чуть разница. Игорь, ну вот что у вас на Комсомольске 34, как я понимаю, в городе Киреевске происходит? Ну что, вот в течение почти что месяца, да, вот такое безобразие творится, которое вот... Начну, начну с того, что где-то в сентябре месяце вывесили на наш дом объявление администрации города Киреевск о том, что будет произойдиться демонтаж недостроенного, вернее, цоколя, недостроенного дома, который примыкает напрямую к нашему дому. Ну, и все. Потом это дело затихло, и когда вот начался зимний сезон, я так предполагаю, что все это опять связано с денежными суммами. Ну, и конец года, и зимой-то вдвойне оплачиваются все работы строительные. Правда? Совершенно верно. Первый раз слышу. Еще при коммунистах был, и до сих пор все осталось. Летом никто не делает, все делается зимой. Ну, а здесь-то не ремонт, а демонтаж. Деньги выделяются. Подрядчик что-то спишет потом. Или спишет 10 тысяч, или 120. Вы хотите сказать еще, мороз минус 20? Да. Или 25? За мороз, якобы. Ну, мороза нет, ну ладно. Вот. Приехали, кран, все работали, отбойные молотки весь день. Ну, благодел ночью не работали. Все это двигали, плитами заложили, весь площадку, весь подъезд. Ни машин не поставить, ребенка мне погулять невозможно, пройти невозможно. Кран, под краном же не будешь ходить. Я, конечно, набрался смелости и ходил. Слово, внучка. А? Снучка. Нет, ходил, так, один, под краном. Ну, потому что не пройти нигде. А, блин, ты занятый. Вот в кадре увидишь. Все, извините меня. Ну, что я-то этот, забывшего пенсионер-то у нас. И все это было накидано недели две. Ну, после чего люди стали возмущаться. Я написал заявление главе администрации. Только когда? Седьмого декабря. Вот, седьмого декабря, то есть сегодня девятнадцатый? Да, двенадцать дней назад написал заявление. А сколько они разбирали или как-то демонтаж? Демонтаж вот шел как раз три недели. Три недели? Три недели. Это военно-полевых условий? Ну, это еще хорошо. Когда я позвонил, значит, в администрацию Зимину. Зимин, это? Ну, он сам главы по строительству, там, по всем этим вопросам. Зимина, Юрий Константин? Нет. Лидерий, нет. Это я путаю, это в другой организации. Вот. Он мне сказал, это будет длиться неизвестно когда закончится. Может, через месяц, может, через... Ну, короче, недавно. Говорю, вы, есть же подряд, если вы договоритесь с подрядчиком, есть, во-первых, план, сроки. Утвержденные? Утвержденные. Не было бы возмущения, если бы просто вывесили и написали, что такого-то числа закончится, такого числа начнется. Все. Потерпите. Но когда отвечают такие вещи, мы не знаем когда. Ну, мне пришлось написать заявление в главе администрации. До сих пор ответа нет. Но по закону? По закону в течение месяца. То есть, 7 декабря, это 7 января на выходной. Это вы на крещение хотели, да, получить? Ну, я ничего не хочу. Я просто, ну, сроки такие. И мне, значит, в разговоре по телефону, вот, сказали, что они все это за собой уберут, почистят, все прочее. Ну, ничего не убрано. Грязь стоит на асфальте неимоверно, там, слоя сантиметров 5. Я вот в сапогах хожу там. Вот. Далее. Сдвинули крышку канализации. Там на фотографии есть. В запах? В запах упасть невозможно. А, то есть, а там расстояние, да. Деревяшку поставили туда, чтобы не пройти. Ну, все же ходят ночью. Вечером темнеет рано, все садик, садик. А, мы сейчас... Со школы. У нас одна дорога, другой нету. Обхода нет? Обхода нету. И не знаю, почему все это дело сделали со стороны двора. Прекрасно можно было подъехать со стороны улицы. Там же такой же асфальт стоит, вот, пожалуйста. Ну, там же у нас техникум училище. Там дорога маленькая, нет? Ну, а дороги... Ну, а посмотрите на расстояние там. Там 20-30 метров до дороги. Ставят кран, складируют там. А там деревья. Так надо спилить их. Они же тоже... Мало того, что они... Зеленые тогда будут ругаться. Да нет, нет. Они-то спилили... Каждое дерево, наверное, на счету. Нет? Нет. Они спилили деревья и не убрали. Вот в чем вопрос-то. Этого репортажа не было бы, если бы все было сделано по-людски. По-людски ничего не сделано. А вас собирали вот жители этого дома? Никто не собирал. Единственная была, вот я говорю, вывеска, заявление, вернее, объявление было, что буду демонтаж. Все. Не оконченного строительства. Да. Теперь мне отвечают в администрации, что договор у них на год. Это вы тяготы решения должны... Ну, решения уже практически прошли. Все убрали, но после себя ничего не... Все осталось. А что осталось? Осталось. А на видео вы посмотрите. Вот угол дома, там не пройдешь, завалено. Вот. И где со площадки вообще не пройдешь? А не кранами, этими плитами, все там... Ну, ребенок не пройдет. Раньше травка была мягенькая, подошли, покачались. Сейчас мы никто не выпускает детей вообще на улицу. Да и вы, пенсионер, вам свежий воздух. Да. Одна и другая, это будет второй вопрос, конечно. И что на месте этого котлована будет, непонятно. Наверное, это... Зеленый парк вам сделает. Хочется верить. Но никто, ничего... То есть сказали демонтаж... И все, и все. Оставили вы... Как сказать... Платите за отопление дом. Да. Подключены. Трубы эти, открытые. И что самое удивительное, что самое удивительное, с нас приходят платежки, невозможно за что. Трубы, пожалуйста, вот уже два месяца, ну не два месяца, а месяц. Ага. А это... И вы посмотрите. Отопляем. Отопляем город Киреевск. Киреевск, да, с Комсомольской. Комсомольской. Благо, это, котельная близко. Оно не успевает. Просто сейчас нет холодов, поэтому не успевает она остывать вода. Ну да, сейчас. А до этого были у нас и проблемы с водой, как они только начали. У нас не было сутки воды. Да. Да, во всем доме холодное. Потом только ночью включали горячую, потому что днем боялись, что будет прорыв. И так вот три недели мы жили. Вода горячая только ночью и холодная. На день они отключали. Ну, на всякий случай. Да, тягу это решение. Ну, все прошло, конечно. Но в том дело, потерпеть-то можно, если бы, я говорю, было нормальное... Ну, потерпеть, это вы говорите, как бывшие военные, привыкли переносить. В окопах. Переносить тягу это решение, да? В окопе можно посидеть. А теперь уже на пенсии, как говорится, заслуженные. И обратно тягу это. И опять тягу это. Ну, это что, всю жизнь нас тягу? Не, ну, я понимаю, там этот... А тут-то вы за эти тягу платите-то. Наверное, вам не отменили этот... Уборка территории там. Нет, нет, нет. Все входит в этот счет. Все входит, да? Капитально, все входит. Вывод с мусора. Да. Все входит. То есть, вы больше тратите, во-первых, обувь грязная. Я понял, посмотрел, там асфальт-то ужас такой. Я вам говорю, 3-4 сантиметра слой грязи стоит. И обувь, наверное, асфальт-ки, да. Ну, представьте, хран работал. Камазы вывозили все это. Все это сыпалось. Конечно, могу, я говорю, в сапогах. А, уже в сапогах хожу, там, не участвую. Но, военные люди-то запасливые. Терпеливые, но до поры до времени тоже. Не, ну, почему вы подали же заявление? Я заявление подал. А что они мне ответят? Что мы все сделали и все прочее. Не, я просто удивился, когда вы сказали насчет этого. Я материал недавно снимал. Мы сноску сделаем. Мы слепили из того, что было. Это на Комарова лестничный пролет появился. Это, наверное, отсюда. Совершенно верно. Потому что он так, как новый, ну, дырка. Ну, хорошо, хоть ушел куда-то на какие-то благие нужды. А все остальное неизвестно где. Неизвестно. Ну, перекрытий сколько, представьте. Три подъезда. У вас же дом кооперативный этот был. Или как там этот? Там бодяга, я не знаю, как в 90-х годах. Да, объясняю. Значит, дом был, пол дома было кооперативный. И пол дома неизвестно какой. Вот такой двор у нас. Киреевский по Комсомольскому 34. Это якобы детская площадка. А это вот такое состояние двора. после произведенных работ под управлением администрации Киреевского района. Моя-керойка. Моя-керойка. Киреевский по Комсомольскому 34. вот такие развалины находятся на придомой территории нашего дома это еще раз повторюсь детская площадка ну а дальше поближе самые увидите вот все разрушила своими руками этот котлован стоит уже у нас три недели подрядчик грозился все убрать за собой вывести мусор навести порядок в итоге ничего не сделано но больше всего конечно возмущает то что декабре месяце трубы центрального отопления горячей холодной воды находятся непосредственно как-то контакте с окружающей средой видно даже зима пожалела в этом году россиян и и не выпал снег и не ударили морозы чтобы вся эта магистраль не вышла из строя вот такое безобразие находится по улице комсомольской возле дома 34 города киреевска после того как разрешение главы администрации вот этот котлован был демонтирован то есть здесь находился цокольный этаж с плитами которые были неизвестно в каком направлении вывезены и неизвестно когда вся эта стройка закончится также этими подрядчиками был сдвинут кольцо канализационное но это уже наверное сделали жители чтобы туда кто-то не провалился или ребенок или колесо легкового автомобиля ну а про эту кучу понятно мусорную тоже разговора не ведется по заверениям гражданке смирновой ольги сергеевны телефонном разговоре было озвучено что все это вывезется и будет порядок ну какой порядок вы видите да все здесь перелопачено все заброшено это вообще какой-то рейхстаг стоит так что вот так вот живем детей на улицу не выпускаем опасно для жизни радуются только воробьи которые на этом сваленном мусоре чистят свои перышки для людей здесь сделано все наоборот а это вот что осталось после детской площадки ну подойти разумеется невозможно тут ноги сломаешь остатки строительного мусора и скорежная вся площадка воробьи и 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 Продолжение следует...